Денис Домарёв 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 Логично было бы спросить, Юрий, у вас, что вас вдохновляет на творчество сразу после этого. Но я хотела бы узнать... А я готов ответить? Пожалуйста. Непогода как раз, непогода. Чем дождливее, тем больше какого-то настроения такого поэтического, творческого. Вот. Тем более, когда дождь за окном, тогда уже как-то о работе меньше думаешь. Вот. И хочется погрустить и как-то это всё вот вербализировать, что называется. Поэтому... То есть вам в ненастье пишется лучше. Я так понимаю. Я бы сказал, что только в ненастье пишется. Поэтому... И Самара в этом смысле не исключение. Вот. За ту неделю, которую я здесь уже провёл. Вот. И написал 12 стихотворений. Поэтому спасибо самарскому дождю. За творческое вдохновение. В том числе. А чему можно научиться у молодых поэтов? Вот вам уже. Вот. Вы что-то... Вы же не зря приехали, наверное, с чем-то. Чем-то это оправдано, мотивировано. Ну, смотрите. Начнём с того, что такое понятие «молодой поэт» — это очень условное. Потому что это дело не в возрасте... Можно начать... Да. Да. И не в уровне мастерства. Давайте остановимся. Вот. Человек-поэт или не поэт? А эпитеты оставим за скобками. Да. И поэтому вот мы встречаемся все вот мастера и ребята вот в общей компании. И идёт обмен эмоциями, там, идеями. Вот. Невзирая на то, сколько ты лет провёл в литературе до этого. Вот. И можно научиться... Поэту он всегда, во-первых, учится. Да. Неважно, у кого. Да. А во-вторых, кроме вот анализа рукописей и разговора с ребятами о том, о чём писать, о чём не писать, вот, ещё есть такая культура дискуссии между... В кругу мастеров. То есть мы учимся ещё и разбирать вот... Сами руководители семинаров. Это тоже важный вот очень опыт. Да. А сколько всего участников, Денис, и на каких условиях, основаниях принимаются работы? Вот что важно, чтобы стать участником? Нас ежегодно мы приглашаем 60 человек. Это, как и, собственно, сами участники молодые поэты и прозаики от 18 до 35 лет. Это и мастера, гости нашего фестиваля. Чтобы стать участником, необходимо прислать заявку. Мы обычно принимаем заявки в августе, летом. Ну, больше их становится с годом. Да, больше 300 заявок с каждым годом. Радует даже не столько количественные показатели. И, кстати говоря, вот 300 заявок и 40 всего непосредственно участников, плюс 20 приглашённых мастеров, лекторов и так далее. Вот чтобы попасть в число этих 40, конечно, нужно постараться. И растёт даже не столько количество, хотя это тоже заявок, сколько качество. Присылают иногда произведения уже люди, которые закончили литературный институт, которым, кажется, уже учиться-то нечего, но, как правильно Юрий говорит, учиться есть каждому из нас, почему и всегда, всю жизнь. Поэтому и уровень текста, безусловно, растёт. Вот это очень радует. И уровень мастеров. Вот Юрий Татаренко, один из таких любимых нами и уважаемых людей из Новосибирска, издалека прилетел, чтобы поделиться своим опытом, безусловно, очень богатым творческим опытом. К нам в этом году приезжает Павел Владимирович Басинский. Это лауреат президентской премии, премии правительства Российской Федерации по литературе этого года. Буквально недавно ему президент вручал награду. Автор тотального диктанта, который ежегодно пишется вот этого года. Литература нет, критик. Статус поднимается. Максим Адольфий Замшев, это главный редактор литературной газеты Всероссийской, одной из крупнейших литературных газет. Дмитрий Емец. Ну, у кого есть дети, те прекрасно знают этого автора и читают его, и его любят и дети, и взрослые. И с ним связано то, что в этом году мы ввели семинар детской литературы. Специально ребят, которые пишут для детей, мы отделим от, так сказать, для тех, кто пишет, от тех, кто пишет для взрослых. И вот для них Дмитрий, с ними встретится Дмитрий Емец, поговорит о их творчестве. А как вообще обычно, может быть, даже и необычно, сказала обычно, поймала себя на том, открывается поэтический талант, когда люди начинают писать, ну, кроме пасмурной погоды, и как это произошло у вас? Ну, у всех, конечно, по-разному. И обстоятельства разные, и хронометраж биографический разный. Ну, я припоминаю, что первые рифмы у меня пошли еще в детском саду, я писал письма бабушке. Вот, вот, мне казалось скучно писать, вот, как прозой и печатными буквами. Другая бабушка. Поэтому это вот потом была большая-большая пауза, и какие-то вот стихи начались уже, наверное, в последнем классе школы, и потом уже не останавливались. Ну, а на каком-то серьезном уровне, начиная с приглашения на форум молодых писателей в Липке, это 2003 год, 16 лет назад. Вот с тех пор вышло 8 книг, и я уже вот из участников семинаров стал руководителем. Да, ну, что радует, потому что, ну, признание важно творческому человеку, который всегда сомневает, сомневающийся. Да, признание, слава, это немножко другое, а вот одобрение и понимание, что ты что-то делаешь интересное, это важно. И что ты не один так. Да, 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 согласна с вами, да, не столько признания. Хочу процитировать лишь название ваших книг, чтобы акцентировать внимание на игре слов. «Кораблекрушение солнца», что натворительный падеж, грусть винограда, рассвет в формате интервью. Так интересно. Вы вот особое внимание, когда читаешь вот ваше произведение, ну, просто интересно читать, вы это целью ставите, или так вот получается? Как вот над этим работать? Конечно, это само собой все происходит. А, само собой. Нет, 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 вот это не сама цель, потому что форма – это просто способ разговора с читателем. То есть не надо вот сознательно вот что-то там придумывать, ну, вот, грубо говоря, выкаблучиваться, да. Да, есть такая, иногда сразу видно причем, когда вот начинают. А с другой стороны, вот «Поэт» – это работа с языком, и вот какие-то нелогизмы, каламбуры, вот стыки смыслов – это тоже такая необходимая составляющая. Вот, ну, вот вы назвали где-то половину книг, и мне кажется, что и другие названия книг, допустим, «Семьдесят утра», «В предчувствии лирического шторма», «Дребеденчики» – это вот тоже из этой же серии, да. Но, с другой стороны, каждая книжка, она состоит из целого спектра вот направлений. Я вот пишу и гражданскую поэзию, и лирику, и юмор, ну, и так называемые там короткие верлибры, ну, это разминка для участия вот в международных конкурсах Хайку, например. А верлибр про «Восьмое марта» вы не помните на память, случайно, если можно? «Восьмое марта – день чудесный, да. Тюльпаны розового цвета и розы белые повсюду. Иду по улице счастливый, в руках зелено-желтый праздник. Вопросы сыплются вдогонку. Мужчина, где мимозу брали? Мужчина, а почем мимозы? Я отвечаю всем с улыбкой. Не знаю я. Мне подарили. Дело в том, что у меня день рождения. С лет «Восьмого марта» девятого мы родились с Юрием Гагарином в один день. Вот поэтому такое совпадение. Сегодня, мне кажется, ну, замечательно. Я смеялась, когда прочитала этот ваш верлибр. Действительно, такой юмор. Хотелось бы узнать о тенденциях в современной поэтической вот такой составляющей нашей. Потому что мы же живем в цифровую эру, да, и интернет так плотно входит в нашу жизнь. И достаточно размещать сегодня стихи в интернете, или важно все-таки сборники, книги свои выпускать? Вот как вам кажется? Ну, смотрите, тут вы затронули целый ряд проблем. Да, да, да. Давайте по порядку. Вот, например, взаимоотношения поэта с интернетом, да. Это вызов для скорописи. То есть вот ты... Хочется прям поделиться вот на свеженаписанном. И ты торопишься его публиковать вот в расчете на комментарии, обратную связь и лайки, да. Вот, конечно, это тоже большое преимущество по сравнению, допустим, с публикацией в журнале, да, которую надо же там ждать год или больше. Но ты не успеваешь его отредактировать. Каждое стихотворение требует отлежки, что называется. И если автор написанное стихотворение редактирует и потом выкладывает, конечно, это другое дело. Что касается темы сюжетов, вот в эпоху интернета, то сжимается размер стихотворения. А суть поэтического высказывания, она не меняется, потому что с нами происходят там влюбленности, разлуки, какие-то другие переживания. То есть что является материалом. А в связи с чем это происходит? Потому что мы живем, вот клиповое сознание, да, все ускоряется. В связи с этим вы говорите, что вот стих становится меньше. Я так правильно поняла? Да, да, да. Наверное, вот в связи с этим можно предположить, что вот время убыстряется как-то, да, и у нас клиповое сознание. Нам нужно все быстрее суть поймать не вот в поэме, да, образно говоря, а вот именно в стихе. Ну вот, к сожалению, очень развернутое художественное высказывание может замениться простым смайликом. Вот, и это нельзя не учитывать. Конечно, наше мышление становится таким вот кратковременным, импульсным, но с другой стороны это, наверное, и хорошо. И препятствовать этому нет возможности. И смысла нет, наверное. Да, поэтому мы исходим из того, что есть. А что касается еще вот интересных поэтических проявлений, то сейчас меняются формы презентации. То есть становится популярна видеопоэзия, когда снимается клип, опять же, к слову о клипе, да, и на стихотворение. Вот, и сама по себе картинка бывает самодостаточная, бывает стихотворение, а когда это совмещается, это дополнительные какие-то эмоции возникают. Это тоже, ну, очень интересное направление. И что касается вот тенденции, сейчас популярно такое направление, как поэтический турнир. Ну, вот слэм, баттл, он везде по-разному происходит. Оксимирон и так далее. Вот, но именно что человек читает не просто так, а в каком-то соревновательном ключе, это как дополнительный драйв и дополнительный интерес у публики. Понятно, что тут соревноваться это такое очень условное мероприятие, потому что кто займет последнее место никогда не бросит писать стихи, кто займет первое место никогда не скажет, что он лучше всех и так далее. Но, тем не менее, вот этот вот дух соревновательности, он азарт, живет в человеке. И я рад, что вот в рамках фестиваля Онищенко этот турнир будет проведен. И интересно, кто в нем будет участвовать и с какими стихами. Да. Денис, а как будут оцениваться работы поэтов? Что станет итогом? И будут ли они в дальнейшем поддерживаться? Лауреаты, вот победители уже. Ну, вот мы считаем так, организуя этот фестиваль, что, в общем, то, что люди отобраны на этот фестиваль и приглашены, это уже некая победа. Потому что они прошли конкурсный отбор. Поэтому вот традиционно мы по прошлым годам, если смотреть, итогом фестиваля, ну, помимо общения, творческого роста, естественно, тех вещей и понимания того, что это не один в этом культурном пространстве и не один не только в Самарской области, но и вообще в России. Помимо этого, выходит журнал «Молодежная волна» с подборками лучших произведений участников, как в печатном виде, что для журнала важно существовать в печатном виде, так и в электронном виде. Ну, и в этом году, вот Юрий сказал, мы хотим попробовать областной литературный турнир, мы проводим не первый год с областной библиотекой, но в этом году мы немножко рамки выменяем и совмещаем с фестивалем Онищенко. Вот мы отобрали этих поэтов с разных регионов и хотим посмотреть в такой, может быть, игровой форме, в турнирной, в борьбе литературной, кто из них лучший. Причем голосовать будут как сами участники, так и ведущие мастер-классов. И вот этот победитель этого турнира получит сертификат на издание книги лучших произведений, своих произведений. Все-таки книга важна. И да, конечно же, для автора свой сборник стихов – это всегда признание какого-то этапа творческого пути. Да. Юрий, вы как-то сказали, что если затрачиваешься эмоционально, мир обязательно откликается тебе. Что вы в это вкладываете? И вот сразу второй вопрос. Действительно ли нужно много пережить, выстрадать и даже получить каких-то эйфорических эмоций для того, чтобы стать хорошим поэтом? Либо жить обыденной такой вот жизнью, и ты будешь писать потрясающие стихи? Или это взаимоиск исключает? Нет, я вот в это не верю. И, конечно, судьба поэта, она влияет на его творчество. Но другое дело, что не надо этим злоупотреблять и не говорить, ах, как давно меня никто не бросал. Вот. Но не трудно очень с холодным носом к чему-то относиться. Другое дело, с каким мастерством ты это потом воплощаешь на бумаге. Какую ты форму этому придаешь. Вот тут интересная работа начинается. А так, без каких-то потрясений, они, опять же, каждый масштаб выбирают сам для себя. Но если в тебе ничего не происходит, не надо отчаиваться, это какая-то идет внутренняя работа, тебе недоступная, какое-то накопление. И если бацилла, творчество, там, будто поэзия и все что угодно в тебе поселилась, она обязательно будет проявлять очень долго себя. Ну, в общем, потрясения способствуют. И какие-то вот творчества. Ну, вот смотрите, вот давайте рассмотрим конкретный пример. В Самаре за неделю я написал 12 стихотворений. Чем вы были так потрясены? Да, сказать, что у меня какие-то были сумасшедшие переживания с точки зрения плюса или минуса, я не могу. Видимо, вот непогода и смена обстановки, и что-то разбудило. То есть, опять же, я работаю журналистом, и работа моя круглосуточная. Если ты вечером посмотрел спектакль, утром должна быть рецензия на него, то есть тут расслабиться некогда. Ну, и так далее. А в таких поездках, вот на фестивали и на семинары, ты переключаешься, и тогда вот стихи, которые внутри тебя ждали выхода, они с радостью появляются. Да, да, да. Ну вот, теперь понятно. Денис, вы же тоже пишете стихи, и я вот хотела бы узнать, участие вот в этих фестивалях вас тоже вот к творчеству подталкивает, когда вы вот так наслушаетесь стихов молодых поэтов, и не только молодых, вот так окунетесь в эту атмосферу творческую, это тоже способствует как-то? Вот, к сожалению, в последнее время я стихи практически не пишу, я больше занимаюсь организаторской работой, но себя вытешаю тем, что поэтов у нас, слава богу, хватает достаточно, вот много их... Ну, как Юрий сказал, это все равно, бацилла, если есть, это через какое-то время начнете писать. Да, а организаторов, сиротов, наверное, приятели, не так, ну, их меньше, да, и вот я как-то пришел, знаете, как говорят, перешел на тренерскую работу, да, вот, наверное, в этом случае так. Но по себе, поскольку я раньше тоже участвовал в различных фестивалях, и сейчас, смотря на реакцию ребят, которые приезжают, я понимаю, что это колоссальный заряд творческой энергии, культурная подпитка, которой хватает, может быть, ну, не на весь год, но, по крайней мере, до следующего фестиваля точно. Вот за эти два дня, благодаря вот этому общению не только с мастерами, но и друг с другом, благодаря вечерним чтениям стихов, благодаря обсуждениям, спорам, представлениям, у нас очень интересная дискуссия всегда проходит, как развивается литература в регионах, чем Новосибирск отличается от Самары, как там развивается литература, как здесь. Понятно, что есть общий литературный процесс, но региональная принадлежность и специфика, она существует. Вот в Самаре, например, какая специфика? Можно уже? Ну, или вам трудно? Изнутри понять болезни, да, тяжело, это нужно, чтобы со стороны врач пришел и посмотрел, ну, и также какие-то позитивные есть вещи, но то, что в целом у нас очень много ребят пишущих, творческих, понятно, что не всякий, кто написал стихотворение, является поэтом, далеко не всякий, кто написал рассказ, является прозаиком, но в целом вот эта тяга молодых людей к творчеству, не только к литературному, она видна, да, когда мы говорим, или кто-то говорит старшего поколения, что вот, молодежь сейчас не та, но, как всегда, она всякая, она разная, и в том числе очень творческая и интересная есть. Мы когда проводим конкурс с Волосной библиотекой «Сестра Таланта», конкурс короткого рассказа, вот к нам в этом году пришло больше тысячи работ, ребят от 7 лет, там, и до 25 лет. Понятно, что в 7 лет, ну, это еще ребенок, который только учится слагать слова в предложении, но, знаете, иногда уже и в 7 лет такая афористичность мышления, такой нестандартный подход, уже видно, да. Там, и как ребенок через себя пропускает мир, говорит, кажется, об очевидных нам взрослых вещах, но говорит с такой восторженностью, такой открытостью, что ты в это начинаешь верить и вот соприкасаться, соучаствовать. Потому что читатель, он всегда соучастник этого литературного процесса. Поэтому меня иногда поражает, насколько есть творческие ребята, насколько они в молодом возрасте, в школьные годы, я смотрю, Господи, думаю, да я так еще и, как бы, говорить-то так не умел, в прозе не мог говорить словами, они уже рифмуют как-то так, и все это необычно, быстро развивается. Другое дело, кто куда пойдет, вот мы говорим, как фестиваль влияет на творческие судьбы людей. Кто-то останется в литературе, кто-то найдет другой путь, но в любом случае, то, что вот этот культурный обмен, он в человеке останется на всю жизнь, это точно. Может быть, он не будет поэтом так писать для себя, иногда там в стол, ну, не издаваться, не публиковаться, но то, что это культурное начало в нем останется и поможет в других видах деятельности, это 100%. Есть много исследований и определений даже творчества, ну, каждый, наверное, по-своему понимает, что это такое. Хотела бы узнать, Юрий, у вас, ваше мнение, что же такое творчество человека? Вот почему человек творит, и вообще вот определение творчества, что это? Потому что у нас есть несколько, это либо вот какой-то идет сверху на тебя, и ты уже просто берешь ручку записываешь, либо еще какой-то другой подход. Вот, а вот как вам кажется? Ну, ваш вопрос такой же сложный, как и вопрос, что такое поэзия, что такое стихи. Вот, поэтому ответить... Ну, поэзия — это творчество, а вот творчество глобальное, вот творчество в человеке, ведь много же есть форм и поэзии, там, и изобразительное искусство. Ну, тут несколько, наверное, таких мотивов. Это и желание оставить какой-то след и какой-то изменить, хотя бы попытаться чуточку мир вокруг и так далее. Вот, но мне кажется, что самая главная движущая сила — это интерес. Вот мне интересно попробовать так, и что получится. Вот, и если получается интересно, то и начинаются круги по воде. То есть есть, ну, вот, читатели, зрители, они, читая стихи, начинают о чем-то задумываться, что-то испытывать, погружаться в воспоминания. То есть это такой интерактив очень интересный и важный. Вот, и дело в том, что я по первому образованию актер, и... Только хотел спросить, когда вы пишете, вы входите в определенное состояние, а раз вы актер, вам это... Вот, ну, я просто хотел сказать, что вот это тоже очень интересный вид искусства, театр, но сейчас я им не занимаюсь, но это до сих пор во мне сидит. И то же самое с любым творческим человеком. То есть это вот хочется вот совершенствоваться, изучать контекст и так далее. То есть это очень такое сложное состояние, и оно интересное и непредсказуемое. То есть это вот тоже важная штука, когда ты не знаешь, вот, чем слово наше обзовется. Да, результат, да. И даже чем закончится, вот, начал писать стихотворение, и чем оно закончится, тоже никогда же не знаешь. Ну, за исключением того случая, когда ты написал строчку и понял, что она последняя. И потом ты его разматываешь назад. А, да уже так бывает. Да, тут дело в том, что у всех по-разному. Приходит строчка, и потом ты смотришь на нее, с ней разговариваешь, думаешь, какая это строчка первая, серединная, финальная и так далее. То есть бывает, что в процессе сочинения ты полностью отказываешься, и у тебя получается совсем другой и про другой, и в другом размере. Но это тоже хорошо, это, ты же заинтересован в том, что твое какое-то высказывание было какое-то адекватное твоему переживанию. Поэтому не ленись и работай, чтобы тебе, не только тебе самому понравилось, но вот еще и какому-то взыскательному читателю. Да. Какие советы можно дать начинающим поэтам? Денис, вы уже так долго работаете с молодыми поэтами, что, наверное, сформировался уже целый перечень. Знаете, это очень такой вопрос, потому что... Потому что универсального ответа, как человеку писать, о чем писать, нет. Да, вот я всегда люблю приводить пример со спортом, когда... Какой совет спортсмену дать? Ну, больше, значит, нагрузок, тренироваться, значит, соблюдать определенную диету и так далее. А сказать поэту, допустим, «пиши больше», он начнет, может быть, и больше писать, но от этого качества ухудшится. Сказать ему, изучая учебники по литературной ведению или по литературной критике и так далее, изучая вообще курс филологии, да, он начнет изучать, скажет, «Господи, да что же это такое? Это вообще к творчеству не имеет отношения, это же наука». Вот совет, который, безусловно, можно дать любому, вообще, наверное, любому человеку, больше читать. Чем хорошо заниматься литературой? Потому что в литературе тоже нужно учиться. Но у нас так хорошо, что учителями становятся не скучные научные статьи, а произведения, великое произведение литературы. Русская, нерусская литература, неважно. Классическая, современная. Все это нужно, ему можно брать за образцы и за такую отправную точку, да. А что сделано было до меня, а могу ли я это повторить? И самое главное, могу ли я что-то новое привнести в литературу, отталкиваясь уже от этого пласта? Поэтому вот совет, который такой лежит, наверное, на поверхности, но очень важен. Это больше читать и больше смотреть, что было создано или создается сейчас. Юрий, а вам есть что дополнить? Я согласен с Денисом, что нужно читать как можно больше и современную литературу, и классику. А что касается, вот в качестве дополнения, непосредственно уже какой-то техники из тех сложения, то могу повторить любимую присказку моих мастеров. Не бойтесь сокращать. То есть написанный текст, это не обязательно в каждом случае, но от того, если он будет, стихотворение короче, ну не знаю, там 3-4 строфы, в сравнении с 8-9, да, то есть нет такой мысли, которую можно вот так вот протянуть на такое расстояние. Стихотворение от сокращения выигрывает в энергетике, и оно становится, смысл концентрирования, и оно воздействует сильнее, да. Вот. И это дается очень непросто, это определенный этап нужен вот. Жалко, да, сокращать написание? Конечно, конечно, жалко отказываться от находок, но надо смотреть каким-то вот... Надо стремиться к этому. У нас время программы вышло, это очень важный совет, я думаю, что остальные советы уже получат при непосредственном общении с вами, и конкурсанты, и участники, и, может быть, гости, кто пожелает присоединиться к вам. Очень коротко, где можно найти всю информацию в интернете по этому, по мероприятиям? Можно найти в ВКонтакте, у нас есть группа фестиваля Онищенко, группа Центр чтения, областная библиотеки. Там полностью о всех программах, о всех мероприятиях, которые можно и нужно посетить. Спасибо большое, всего вам хорошего, удачи и творческого, бескрайнего, бесконечного творчества. Спасибо. До свидания.